привет это здесь ваш оберег и на карте написано семейная жизнь прекрасная карта а я сейчас буду раз начинать для вас расклад на тему почему он так себя ведет слева карты ленорман а справа карты таро вернее это карты кипер и я буду делать расклад для вас позвольте мне сегодня быть вашим тарологом это расклад для всех но карты универсальные точно такие же карты раскладывает таролог если вы заказали за деньги а здесь бесплатно конечно потому что жизнь нам дается от природы абсолютно бесплатно правда же устраивайтесь так чтобы вам было удобно на время просмотра этого видео здесь карты от одинакового автора и это швейцарский художник или забыть она очень серьезно отнеслась к этой работе и у нее действительно получились иконы потому что это иконы на ездила на табличках специальными красками целый год делала как колоду ленорман и целый год делала колоду кипер ну смотрите карта сама вышла эта карта подарок называется россия и гефт подарок кстати карта сигнифицирует его а теперь посмотрим карта которая будет сигнифицировать вас главная ваша характеристика карта ключ тоже очень хорошая вы очень хотите с ним жить счастлива а он с вами а сейчас я буду делать при диагностику на левой и на правой колоде и мы посмотрим почему он так себе ведет это ключевой вопрос но конечно будут еще и другие вопросы отвечены что он думает чувствует что он желает что ему нравится вас как он хочет прожить жизнь с вами что ему особенно приятно вас это он и будем вас искать ваш сигнификатор сразу вышли буквально сразу вы были видели до убили буквально сразу разберемся итак с левой стороны это вы вокзал называется вокзал говорю расклад называется вокзал для двоих то есть отношения для двоих а здесь будет с этой стороны он мы ищем его фото да его фото а потом будем искать и ваше фото и разберемся его мысли чувство что сводит его с ума вас поэтому и вы и он сигнификатор обоих вас здесь теперь я буду продолжать искать вас если будущее ваших отношениях вы кстати тоже были довольно близко если будущее ваших отношениях как все будет идти будем разбираться обязательно все поймем будем разбираться и так почему же он так себя ведет чем там дело чем там дело с ним случилось что-то или если он например пропал не звонит и так далее давайте девочки я вначале вам расскажу о том что видно во первых карта подарка вышла он сейчас зарабатывает для вас деньги можно сказать он смотрит на карту вот это он его сигнификатор которая называется grief and adversity то есть печаль грусть печаль он сейчас грустит с ним конечно есть его ангел-хранитель который помогает ему и отвлекает его от грусти но он может быть выпивает у кого-то очень жаль если так но во всяком случае он грустит может вы поссорились и он грустит с другой стороны у него карта которая называется living room либо же эта карта гостиной ваше общее будущее или настоящее то есть он зарабатывает во первых на дом теперь и читаю три карты вместе эти он зарабатывает на дом он грустит что у него это не так быстро получается как он этого хотел бы он о вас волнуется и скучает о вас поэтому здесь карта грусти вышла он о чем скучает здесь вот в этих картах очень легко это карты исторические они многим многим предсказывали многим помогли поэтому в них все очень просто он скучает о вашей и интимности о вашей личной жизни в вашем общем доме или квартире он скучает о вас а карта гостиной и карта печаль он скучает о вас и хочет вам подарить себя радость жизнь любовь теперь мы посмотрим вот это ваш сигнификатор в картах кипер это вы красавица госпожа и вот смотрите у вас с ним будет встреча все очень просто здесь условно у вас с ним будет встреча когда встреча work and occupation то есть эта карта работа называется у вас с ним будет встреча когда будет перерыв в работе то есть это может быть вечером ночью или на выходных у вас будет встреча с ним вечером ночью и на выходных он очень печалится что сейчас не может быть с вами карта печаль и гостиная он очень хочет подарить вам подарок потому что в сигнификатор его вышла карта «Получить подарок». Он хочет дать вам подарок. Но знаете, это самое главное, кстати, карты. Подарок и ключ. То есть он действительно думает, как бы вас обрадовать, другими словами. Он очень сильно хочет вас порадовать. Порадовать чем? Любовью своей, какими-то материальными штучками, радостью какой-то материальной. И с ним будет встреча. И у вас будет с ним встреча скоро, очень скоро. И это может быть или на выходных, или вечером. Посмотрим теперь, что у нас с левой стороны. И это ваша сторона. У нас здесь карта «Ключ». Он, кстати, тоже вышел первый с вашей стороны. Я брала карты, он вышел первый, потом вы сразу за ним. Точно так же и здесь произошло. Вначале он вышел, а потом вы сразу за ним. У нас карта «Ключ» характеризует вас. То есть вы очень многое можете сделать. Вы можете многое изменить. Очень многое в ваших руках. Он смотрит на карту гроб. То есть где-то у него есть на вас еще обида. Он сомневается в чем-то. Гроб и развилка. В чем же он сомневается? Давайте посмотрим вместе с ним. Он может сомневаться в том, что он сказал умные слова. Он сомневается в своем поведении. Какое его поведение было? Его было такое поведение, что ему стыдно за себя. Ему стыдно за свое поведение. Он чувствует, что он что-то сделал не так. Он чувствует, что он вас обидел. Он говорит, я дурак, я ее обидел. Теперь я буду молчать. А вы думаете, он не пишет, потому что у него другая. Я здесь не вижу, что у него есть другая. Нет. Развилка говорит о том, что он сейчас разбирается сам в себе. Он у себя спрашивает, почему он такой вспыльчивый. Он у себя спрашивает, почему я иногда вру. Мне лучше рот не открывать, потому что обязательно скажу какую-то глупость. Он сам сейчас с собой разговаривает. А вы ведете диалог с его душой. И вы спрашиваете у него, что случилось. А он вам говорит, я не понимаю, куда я иду. У меня тупик. Я не вижу выхода в моей ситуации. У меня ситуация сложная. Гроб говорит о страхах. У него сейчас есть какие-то страхи внутренние. Эти страхи связаны с переживаниями о вашей паре. Он очень хотел бы, чтобы открылись дороги для вашей пары. Чтобы открылись пути дорожки. Но пока дорожки идут в разные стороны. Может быть, он и вы находитесь в треугольнике. То есть есть еще какое-то третье лицо. Либо еще одна женщина у него из предыдущих отношений. Либо есть у вас мужчина из предыдущих отношений. Но я хочу сказать, что страхи говорят тоже о его родовых проблемах. О его характере. То есть эта женщина может быть связана с бабушкой, мамой. С их представлением, что должен мужчина в браке. Что должна женщина в браке. На него что-то очень сильно влияет. Что-то или кто-то. Этот кто-то может быть или родня, или бывшая его. А эти что-то могут быть сущности в его родовой душе. Сущностями являются те, кто отошли в мир иной, но до сих пор на него влияют. То есть такая родовая карма. Родовое проклятие. Когда вы действуете не по своему сценарию. В данном случае идет речь о том, что он действует не по своему сценарию. У него был какой-то предок, мужчина, который передал ему сценарий жизни. И потому что ваш мужчина не вырвался из-под влияния этого предка, он не знает, какой дорогой ему идти. Он запутался. Почему я говорю о предках? Потому что гроб. Гроб характеризует тех, кто уже отжил, не живет, кто уже ушел в мир иной. Так вот, те души из его рода, которые отошли в мир иной, очень сильно на него влияют до сих пор. И указывают ему, как должен поступать мужчина. Может быть, и дедушка его, и прадедушка был в треугольнике. И обе женщины были несчастны с ним. А он решил, что он не хочет, чтобы его женщина была несчастна с ним. Речь идет о вас. Он очень хотел бы, чтобы вы были счастливы. И сейчас он ищет выход. Развилка — это когда человек ищет выход. А гроб говорит о том, что он боится. Он чего-то боится. Ваша карта вышла в хорошем окружении, потому что вы смотрите, вы так вышли в этой позиции, вы вышли в такую позицию, когда вы смотрите на карту кольцо. О чем это говорит? Что вы ему верны, во-первых, что вы очень уравновешенный человек, рассудительный, очень хорошая хозяйка, добропорядочная госпожа. А также вы очень-очень красивы. Он вам готовит подарок. Здесь сказано. Какой подарок он вам готовит? Именно вам, потому что с левой стороны это вы, а с правой стороны это он. Поэтому я говорю, что он готовит вам подарок. А какой он готовит вам подарок? Он готовит вам кольцо. Он готовит вам кольцо. То есть это может быть предложение руки и сердца. Это может быть то, что он скажет, «Теперь ты не будешь больше одна» — карта башни. Это может быть то, что он говорит, «Теперь мы будем жить вместе». Это общий ваш дом, когда другие люди не могут вам помешать. Ваш дом как бы изолирован от других людей. Особняком стоит. То есть это, скорее всего, особняк. Он вам готовит купить особняк, в котором вы жили бы вместе, как вот кольцо — это защита высших сил от препятствий, ложных друзей, ненужных вмешательств семьи вашей и его. Он готовит вам особняк. Когда жить особняком, это значит жить независимо от мнения других людей. Он готовит вам такую жизнь, когда вы не будете зависеть от мнения других людей, и вы будете счастливы в паре. Я думаю, что это очень хорошо. Это то, что вас ожидает, потому что это с вашей стороны. Вас ожидает такая жизнь, когда вы не будете зависеть от мнения других людей. И у вас будет мир и счастье в доме. Это очень хорошо. И эта карта — ваш оберег. Она говорит о том, что теперь вы уже вместе, вы пара. У вас есть ангел-покровитель с неба. Высшие силы о вас думают, вас любят и очень хотят вас оберегать. Это вышла первая карта из этой колоды. А из этой колоды будет вторая карта. И, как вы догадались, теперь советы по знакам Зодиака. И первая у нас стихия — это стихия «Огонь». Но я хочу вам, девочки, напомнить, что стихии есть у вас все. Поэтому смотрим, девочки, от начала до конца видео. Оно сделано от начала до конца. И здесь высшие силы. Я до такой степени преклоняюсь перед высшими силами, что я даже и не дышу, когда делаю расклады. Боюсь сказать что-то, знаете, или подумать даже о чем-то. Потому что, когда предсказатель действительно настоящий, он от себя не говорит ни слова. Он просто считывает все с канала. Сейчас канал высших сил. И канал высших сил продолжает этот расклад. Поэтому смотрите, для всех знаков Зодиака здесь будут первые знаки. Это овны, львы и стрельцы. Это по солнцу. Все остальные стихии будут вам в помощь тоже подсказки даваться. Так что здесь основная подсказка для овнов, львов и стрельцов. И в других трех подсказках будет дополнительная. Уважаемые овны, львы и стрельцы, путешествие радостное, счастливое, неожиданная удача. У вас с ним будет жизненное путешествие, длинное, длиною во всю жизнь. У вас с ним будет счастливое жизненное путешествие, когда вы понимаете друг друга, когда он уже вышел из-под влияния своей родни или своей бывшей здесь. когда он не будет больше печалиться, потому что вы будете всегда с ним. Он сейчас печалится, когда вы не с ним. А вообще сейчас вы начинаете жить новую жизнь, вы начинаете встречаться. Он дарит вам радость, счастье. Посмотрите, кольцо. И у вас все прекрасно. Очень хорошие две карты. Они говорят, что у вас будет путешествие длиною в жизни. Жизнь — это удача. Ваша встреча — это большая удача. Эта встреча счастливая, и вы будете жить вместе радостно, и будете семейной парой. Вот такой даже как... Звучит как молитва даже, да? Эти карты, они такие сакральные. Я бы сказала сакральные, потому что я знаю, как Элизабет их сделала, сколько любви она здесь вложила. Они очень четко гадают. Теперь я буду смотреть тоже две карты. Одной из Ленорман, другой из Киппер. И это будет для огненных, любимых моих огненных знаков. Вернее, земных, извините. Огненные мои тоже очень любимые, но я уже прочла для вас огненные знаки. Это путешествие длиною в жизнь, счастливое путешествие и счастье вашей встречи, удачи. Девочки, кстати, вот не зря. Все-все в потоке. Я иногда скажу и думаю, ну это же что-то я ошибку сделала. А потом думаю, а нет, а нет, ошибки предсказатель не делает. Оказывается, высшие силы хотели бы, чтобы я еще что-то сказала для огненных знаков. И я скажу. Здесь касается тех, кто ищет себе пару. Вы познакомитесь с новым мужчиной. Это будет, может быть, интернет или в каком-то путешествии, или же у вас где-то по месту жительства. Познакомитесь с любимым человеком новым. С ним будет удачная встреча, которая приведет к счастливому браку для тех девочек и мальчиков, которые ищут себе пару. Такое предсказание. Итак, это если он или вы относитесь к этим знаком огненным именно. Или же у вас Венера, Солнце, Марс или Луна в этих знаках. Вы смотрите, знаете, одно предсказание для себя, одно для него, а потом сравните. Итак, а теперь для тельцов, для тельцов любимых, для любимых дев и для любимых козерогов. Ух ты, неожиданные деньги. Смотрите, препятствия уходят, в любви вашей уходят препятствия, и вы получаете неожиданные деньги. Деньги уходят навсегда препятствия, и вы получаете деньги. Что такое деньги? Это вообще всегда очень хорошо, потому что там, где есть материальное подкрепление, там люди счастливы. Вы получаете подкрепление вашей любви, то есть вы становитесь счастливой парой. У вас появляются деньги, а значит появляются ценности. Вообще на любовь, когда выходит карта денег, это говорит о чем-то важном, о помощи. Деньги, монеты, вот это все слова «помощь» называется, в переводе на человеческий язык. Так что у вас есть покровители, помощники, ангел. Тут, я не знаю, ли вам видно, но очень красивый ангел. Вот здесь он летит. Тонкие очень карты. Есть ангел вашей любви, который даст вам поддержку, помощь. И также покровители. Здесь вы просто нашли случайно большие-большие деньги. Это значит, что у вас будет вот особняк, о котором я разговаривала. У вас будет такой особняк, он вам предложит жениться, и вы будете жить в отдельном доме. Это отдельный дом, особняк будет. Он сделает выбор в пользу вас, если вы в треугольнике. И вы будете жить в отдельном доме, вы будете счастливы. Гора — это не только препятствие, которое уходит, но гора — тоже защита от высших сил. На вас, как на паре, стоит сильная защита. Если бы не было ангела, я бы гору по-другому прочла. Но раз здесь ангел, мы говорим, что крепкая ангельская защита, крепкая материальная защита стоит на вашей паре. Он очень хочет сделать вам подарок. Подарок и кольцо с двух сторон. Хочет вас увидеть. И у вас с ним будет свидание. Девочки, опять скажу для тех, кто желает себе пару и кто сейчас ищет себе пару. Вы неожиданно найдете своего любимого человека. Вот неожиданно. Он просто материализуется. Совершенно неожиданно. Неожиданная встреча будет, которая будет очень счастливая. Теперь я беру две карты, как я ранее обещала. И здесь будет для уважаемых знаков воздух. Это весы. Любимые весы, любимые близнецы и любимые водолеи. Вы получите от него известие. Это была карта Ленарман. И карта Кипер. Вы получите от него известие. И он скажет, что вы его женщина. Называется карта Good Lady. Смотрите, как здесь красиво. Во-первых, у вас будет свидание с ним. Вы получите от него письмо, известие. Девочки, кто себе ищет пару? У вас будет знакомство с новым человеком, который вас очень-очень любит. С ним будут разговоры, встречи. С ним будут прогулки в парке, в лесу. Где-то, где очень приятно. Где природа благоухает и вас поддерживает. И он скажет вам, что вы Good Lady. Или же вы та женщина, которая будет его женой. Он будет счастлив, если вы будете его женой. Это, скорее всего, предложение. Предложение его руки и сердца. Потому что здесь, конечно, я сочетаю эти советы с тем, что вышло в левом и в правом раскладе. Берег левый, берег правый. Все о вашей паре. И здесь у нас он скажет, что вы его женщина. Он хочет вам сделать предложение, потому что эта карта гармонирует и резонирует, самое главное, эзотерически с картой кольцо. Уважаемые знаки воздух. Очень многие женятся. Очень многие найдут себе пару. Очень многие будут счастливы в любви. Он скучает о вас. С ним будет встреча. С ним будет любовь. Очень у многих исполнится желание относительно мужчины, о котором вы сейчас думаете. Прекрасно. Сейчас я буду брать следующую карту. Я хочу сказать, что это тоже оберег, потому что две карты, которые сочетаются, они идут тоже, видите, на карту женитьбы. То есть вы с ним будете пара, семейная. У вас будет крепкий дом, вы будете женаты, у вас будет счастье. Кто-то спросит, будут ли продолжаться отношения для воздушных знаков. Конечно же, будет. Но, девочки, знаете, астрология, наука очень сложная. Кстати, у меня есть курс по астрологии. Я вообще астролог, если кто не знает. Поэтому я хочу вам сказать, что там важно всё. Эти семь планет, которые видны невооружённым глазом, очень важно. Поэтому, смотрите, вы можете быть воздушным знаком как по Венере, так и по Марсу. А это для брака самое главное, что где у вас Венера, где Марс, в каком доме, в каком знаке. А также по Луне, потому что Луна — это женское счастье. Это так, как вам предрешено было жить, ваша жизнь. И теперь мы посмотрим для уважаемых знаков воды. Это уважаемые и дорогие раки. Это уважаемые и дорогие… Книга вышла. Уважаемые и дорогие скорпионы и уважаемые и дорогие рыбы. Теперь на кипер возьмём одну карту для вас. Это карта перемены. Смотрите, у вас сейчас меняется судьба. Переписываются хроники Акаши. Вот именно сейчас, в этот момент, когда вы смотрите, меняется ваша судьба и переписываются ваши хроники Акаши. Что это такое? Ну, смотрите, когда человек рождается, он проживает такую жизнь, которую судьба ему определила. То есть это жизнь, которая дана вам вашим родом. Вы — продолжение вашего рода. И нужно знать, что род очень сильно влияет. Вы унаследовали характер по роду. У вас такой характер, темперамент. Вы человек вспыльчивый или, наоборот, спокойный, амбициозный, или вас устраивает, как есть всё. Это всё зависит от того, какой характер вы унаследовали. Вы также унаследовали качество бабушек, дедушек, родителей. И это всё записано в книге вашей жизни. Понимаете? Здесь, именно в этих картах, на книге сидит Овин. Что это означает? Овин здесь не как знак зодиака, а здесь как инициация. То есть желание открыть книгу. Овин — это желание. Когда есть желание открыть книгу, посмотреть, что вам там по судьбе. И если что-то не устраивает, вы можете переделать. Потому что, как сказано в великих книгах, включая Библию, что нам Творец дал свободную волю. Если вы пожелаете, вы можете попросить Ангела, чтобы переписал ваше будущее. Именно в моих раскладах очень часто такое и происходит. Но смотрите, как мы будем смотреть на жизнь сегодня, как мы будем видеть свою жизнь сегодня, с какого угла зависит наше будущее. Если мы будем сегодня видеть как возможности, в будущем нам Творец даст тысячу больше раз возможностей. Если мы будем в сегодняшний день видеть как только препятствия, очень сложно добиться успеха. Так вот, вы, уважаемые знаки вода, вы можете открыть свою книгу, записи Акаши, переписать ее. И там позволить себе что? A change. Change переводится как перемены. Перемены в какую сторону? В сторону встреч с ним. Перемены в какую сторону? В сторону того, что у вас будет общий дом и у вас будет супружество счастливое с ним. Перемены в какую сторону? В перемены. Вот мы здесь идем, 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 идем. Идем и видим перемену счастливой, в сторону счастливой семейной жизни. Вот в эту сторону вы можете переписать свои хроники Акаши. Если вы относитесь к водным знакам по Венере, Марсу, Солнцу или Луне, девочки, просто вбейте, как найти свой гороскоп, как прочесть свой гороскоп, свою натальную карту, или так вбейте, карту рождения, и вам выдаст компьютер совершенно такой график бесплатный, где вы просто напишите. Мне нужно знать время рождения для этого. Время рождения только для асцендента нужно. Но это уже такие штучки чисто профессиональные. Но если вы даже не знаете времени рождения, на этой карте будет написано, в каком знаке у вас Венера, в каком знаке у вас Марс, Луна и Солнце. Солнце вы знаете, да? И тогда вы узнаете, какой из этих вы стихий относитесь, и он к какой относится. Перемены будут именно у вас, перемены в лучшую сторону. То есть если вы проходили какие-то кармические отношения, если у вас были какие-то неудачи в любви, это всё заканчивается. Если вы ищете мужчину, вы встречаете ключевого мужчину по судьбе, который как подарок вам даётся. Вы заслужили, вы плакали долго, вы страдали, у вас не везло, не получалось. А теперь мужчина как подарок. Смотрите, здесь подарок и мужчина. Мужчина как подарок, ключевой мужчина. Очень хороший. С ним встречи, с ним любовь, с ним супружество. Так что теперь выравнивается ваша карма, можно сказать, книга и перемены. И вы начинаете жить счастливой судьбой. А теперь, девочки, для всех знаков зодиака я отвечу на вопрос, почему он так себя ведёт. Да, очень важный ключевой вопрос. Здесь было много-много сказано. Характеристика вашей ситуации. Но если у вас остался вопрос, почему он так себя ведёт, я сделаю резюме. Во-первых, для всех знаков. Да, для знаков огонь он очень хочет, чтобы между вами была радость и счастье, и он неправильным путём идёт. Но главное, что у него желание с вами быть. Это для огненных знаков. Для знаков земных он просто сейчас хочет заработать для вашей пары. Очень сильно хочет, чтобы вы материально были счастливы. Это для земных. Для знаков воздух он сейчас хочет вам сказать, почему он так себя ведёт. Потому что он считает, что вы выше его. Вот поэтому он так неумело себя ведёт. Хочет показать, что он лучше, а получается наоборот. Но он очень вас ценит, любит и уважает тоже, кстати. Что касается водных знаков, он сейчас так себя ведёт, потому что он хочет поменять свою карму. Он с вами хочет жить так, такие отношения с вами иметь, не такие, как с предыдущей женщиной. Он хочет вас любить и ценить. И поэтому он как-то странно себя ведёт. Он сейчас ломает себя, меняет, ломает себя. А ещё почему он так себя ведёт? У нас здесь в гробе развилка, потому что где-то внутри он очень нерешительный человек. Его жизнь здорово поломала. То есть он очень нерешительный человек. У некоторых девочек он так себя ведёт, потому что он, может быть, выпивает в результате того, что он не может заработать на то, чтобы дать вам полный достаток, чтобы вы были довольны ситуацией материальной. И у него это не очень получается, поэтому он в печали находится. Вот это такие преграды. Но на самом деле это не преграды, наоборот. Вот эта ломка, которая сейчас у него происходит, эта ломка, она добрая, поскольку, смотрите, какие были советы всем знаком. Я сейчас хочу всё-таки сказать о тех, кто в треугольнике, почему он так себя ведёт. Потому что он очень хотел бы женщины не чувствовать себя одиноким. Вы поняли, да? Кто меня слышал, тот понял. Он в предыдущих отношениях женщина чувствовал себя одиноким. Он очень боится, что и с вами это произойдёт. Поэтому он так себя ведёт. Вот кому нужны были эти слова. А вообще самое здесь главное сведение вы получили в советах по знакам, потому что это конкретно, очень конкретно и чётко по делу. А также мы очень сильно проанализировали вас и кто он в вашей жизни, и его, и кто он, кто вы в его жизни. Если касается вас и кто он в вашей жизни, он в вашу жизнь пришёл, чтобы скрасить ваше одиночество, башня и кольцо, и он тоже, кстати, вот верите или нет, он пришёл в вашу жизнь, чтобы вы ему помогли поверить опять в женские качества. Это важно. Кто вы для него здесь? Вы для него, для того, чтобы он больше не грустил, может быть, чтобы он избавился от вредных привычек, и вы ему в этом поможете. Но он тоже чувствует, что вы ему очень нужны, потому что встречи с вами приводят к чему? Что он чувствует больше прилив энергии. Здесь карта работа. Встреча с вами приводит к тому, что у него больше энергии для работы, и он может больше зарабатывать, быть более успешным. Вот такой был замечательный расклад. И впереди много-много новых раскладов. Я сейчас карты собираю. Хочу сказать, что у меня есть 12 курсов по Ленорман. Если вы приобретаете все курсы сразу, там скидка 75%. 300 уроков на все темы. От теории каждой карты до магии каждой карты. Как делать целительство на картах. Как делать расклады, большие, малые. Все-все подробно. Как даже делать бизнес предсказательный. Тоже есть в этом курсе. Очень-очень хороший курс. Это для тех, кто хочет учиться в Поле Норман. 12 курсов, 300 уроков. Приобретайте, кому нужно. А это Кипер, мои любимые немецкие карты. У меня такие, они ностальгические. Мне очень понравилось в Германии. Очень понравилось. Я там жила долго. Мне очень сильно понравилось, как вот у них, знаете, менталитет немецкий. Живи свою жизнь, не мешай другим. И у них вот в общем пространстве они живут по строгим правилам. Это очень удобно. Мне понравилось. И карты, кстати, тоже такие. Щеткие, прямые, удобные. Здесь у меня два курса. Это теория каждой карты и расклады. Как делать на них расклады. Эти два курса тоже вместе идут. Они тоже стоят абсолютно недорого. Но это вообще замечательная карта Кипер. Эти и карты Кипер, и Ленорман в одно и то же время возникли в Европе. Они очень-очень хорошие. Всех приглашаю на учебу, если вам нужна учеба для профессиональной деятельности или для себя, как в кайф. Ну вот, сделали мы литургический сбор раскладов. Сделала для вас расклады. Всех вас люблю, обожаю. Приглашаю вас на мои видео «Прошлое и настоящее, и будущее». Там равнозначная помощь вам во всем. Виртуальные приветики вам, виртуальные обнимашки, воздушные поцелуи из медвежьей лесной страны, где я живу. А вообще, вся Земля — это одно целое. И мы с вами вот так можем встречаться. Тет-а-тет. Абсолютная магия. Всем счастья и увижусь с вами в следующий раз. Пока, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok